Останкинский суд Москвы час назад вынес приговор певцу Витасу. Виталий Грачев, это настоящее имя артиста, оштрафован на 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении полицейского. Напомню, в начале мая певец сбил на своем автомобиле велосипедистку, а затем, когда сотрудники ГИБДД приехали оформлять протокол, ударил капитана полиции. У здания суда сейчас работает наш корреспондент Евгений Голованов, он выходит в прямой эфир. Евгений, а почему такой относительно мягкий приговор, ведь певцу грозил реальный тюремный срок? Андрей, поверьте, мы удивлены не меньше вашего, ведь Витас, возможно, такой мягкий приговор был вынесен в связи с тем, что еще в ходе предварительных слушаний Витас заключил сделку со следствием, полностью признал свою вину в нападении на полицейского, раскаялся в содеянном и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без изучения доказательной базы. В таком случае ему грозило лишь две трети от максимально возможного срока по этой статье, примерно три года и четыре месяца колонии. Однако сегодня, на удивление журналистов, сторона обвинения попросила для него наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч и не более того. Адвокат подсудимого Виталий Жорин сегодня в качестве основного аргумента в защиту своего подопечного принес в здание суда характеристику с места работы певца, то есть с продюсерского центра, из которого следует, что Витас законопослушный гражданин и вообще дисциплинированный артист, который раньше не позволял себе подобных вольностей. Также адвокат зачитал письмо, обращение, под которым подписались десятки известных артистов, деятелей искусства и культуры с просьбой проявить снисхождение к подсудимому и не наказывать его строго. Также адвокат напомнил, что Витас воспитывает несовершеннолетнюю дочь, ранее не привлекался к уголовной ответственности, а вообще на работе испытывает колоссальное психоэмоциональное напряжение, которое в итоге и вылилось вот в такой эмоциональный всплеск. В итоге суд признал Витаса виновным в нападении на полицейского, судя по всему, суд учел все приведенные доводы защиты, признал виновным Витаса в нападении на полицейского, но тем не менее согласился с тем, что Витас может исправиться и без лишения свободы. Суд приговорил, признает Карачева Виталия Владасовича виновным в совершении преступления в просмотре части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, подлежащего плаватель в доход государством. Я напомню, суден произошел еще 10 мая на парковке УВЦ. Витас выезжал вместе с своей семьей на внедорожники, сбил велосипедистскую Ольгу Холодову, после чего пытаясь скрыться с места ДТБ протаранил еще несколько машин, затем вышел из своего автомобиля с муляжом пистолета в руках, стал угрожать потерпевших. В связи с этим против него изначально и было возбуждено уголовное дело, угроза убийством, но позже это обвинение с него сняли в связи с отсутствием состава преступления. Видимо, стороны договорились, пошли на мировую. В тот же день тогда же на место прибыли сотрудники полиции, которые попытались скрутить разбушевавшегося певца, но Витас покрыл их трехэтажным матом, ударил ногой одного из сотрудников полиции. Но сегодня на заседании суда этот полицейский не присутствовал, в связи с тем, что он, как было заявлено, не имеет никаких претензий к Витасу, да к тому же и судебно-медицинская экспертиза показала, что он не получил серьезных травм, ну и сам певец неоднократно просил у него прощения. Ну а после оглашения приговора уже в более приподнятом настроении он вышел из здания суда и обратился к журналистам, точнее ко всем тем, кто поддерживал его на протяжении всех этих трех месяцев, и также заявил, что после вступления приговора в законную силу, то есть после 12 сентября, он соберет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет какие-то сенсационные подробности того инцидента. Вот будем ждать, и, наверное, тогда мы узнаем, что же на самом деле произошло на ВВЦ. Андрей. Да, спасибо, Евгения. От здания суда, где слушалось дело певца Витаса, в прямом эфире был наш корреспондент Евгений Голованов.